Добро пожаловать на наш канал! Хотелось бы переходить в космическую программу, а мы тут с проблемами насущными разбираемся. Есть двадцатка, мы с вами заказали вот эти вот домики в надежде на то, что нам будут давать все-таки на швейцарский счет какое-то бабло. Я тогда построю, пожалуй, все-таки... или не построю, погоди. Сколько он забирает на себя? 15, а у меня сейчас 84. Мне же хватает, правильно я понимаю? Ну, если что, можно вот так сделать. Я даже сейчас на всякий случай сделаю. Это мало ли, завода отключится, вот это будет фиаско, конечно. Пока больше добавлять ничего не буду. Значит, у нас есть еще бездомные, давайте посмотрим. Бедные есть? Вот ты кто, например? Закусочная, часовня, хижины на пляже. То есть вы хотите сказать, что бедным негде жить, да? Ну-ка давай попробуем вот сюда вот так вот пристроить. Погоди, а это сколько энергии? А это тоже 15 энергии. Это 15 энергии. А может быть многоквартирный дом желаете без энергии пока что? Ну, правда, что-то я не готов вам энергию какую-то сейчас тратить. Сюда куда-то влезает? Сюда влезает прям, ну, мне не нравится. Мне не нравится. Блин, потратить эти 15 энергии? Хрен-то с ним может быть. Я думаю, что хуже не будет, если что. И проверяем, сколько стал. 53. Ну, хоть что-то там, кого-то заселили, я думаю, так или иначе. Че здесь опять не хватает? Опять не хватает каучуку какого-то хрена. Вроде он здесь произвелся, наверное, сейчас, да, должны довезти и уже довезли. Замечательно. Нужно бы выполнить вот это и пойти в указы, взять прием, для того, чтобы пригласить всякие разные фракции и, соответственно, с ними поболтать. Возможно, они дадут нам какие-то интересные задания. Денежка приехала, здесь денежку почему-то не завезли. Это достаточно плохо и мне такое, конечно, не нравится. Также я планировал сделать что-то с морепродуктами. Я бы вот это взял, это очень много. Я подписал бы вот этот контракт и попробовал бы все-таки построить сюда что-нибудь. Давайте попробуем морепродукты. Блин, да, я сношу вот это здесь, мне это не нравится. Потратиться надо, потому что это доп-бабло. Давайте. Нет, какая гидропонная? Рыбхоз нам нужен. Блин, здесь вообще неудобно как-то это все располагается. А почему? А почему? Необходимо разместить на суше. Ааа, погоди, он вообще вот так ставится. Вау. Вот это открытие так открытие. Вот это классно. Зачем я дом снес? Кто бы знал. Я был уверен, что это ставится на воде. Не обессудьте как бы. Ну, теперь мы в курсе денег. Он тратит не очень много, так же как и энергии. Да? Ну, давайте посмотрим. Сюда его размещать? Может быть здесь он себя неплохо будет чувствовать? Давайте один пока поставим, раз уж мы снесли здание. Будем следить за электричеством. Поддержка опять начинает падать. Что хочешь? Спасение? Не надо нам спасения никакого. Это точно нам сейчас не нужно. Так, есть еще один контракт, да? Надо что-то взять. Еще морепродукты. С хорошими деньгами. Так, а что-то еще повкуснее. То, что мы можем отдельное, да, так сказать. Морепродукты у нас и так здесь две. Да, и кстати, я уже взял. Блин, я взял две. Ну ладно, сейчас мы начнем производить морепродукты. Я в этом не сомневаюсь. Да на самом деле, может быть и стоит здесь переделать просто. Либо в другом месте. Ну, здесь я затупил. Вопросов никаких не имею, поэтому не буду отмазываться. Бывает и такое. Значит, смотрим, что еще. Могем. А могем мы пока ровным счетом ничего. Немножко электроники попродавать. Ну, электроника это здорово, но 8% это не здорово. Да, поэтому надо что-то другое выбирать. Еще один морепродукты я смысла не вижу. Ладно, возьму одежду. Плюс 14. Небольшой контракт. Пускай будет. Пускай мы его выполним. Кстати, появилось бабло. Еще один рыбхоз я вижу необходимым. Поэтому я, пожалуй, его поставлю вот сюда. А здесь можно строить? И здесь можно строить, да? Раз. Сюда уже не влезет, но влезет как-то вот так. Ладно, короче, пока сюда еще один приделываю. Я проверил, электричества нам пока хватает. То есть, смотрите, здесь получается у нас плюс 68. Он тратит 10. Поэтому можно еще один забубенить. Все, я понял. Мы идем в указы с вами и говорим, что хотим организовать прием. И сдать указ. Смотрим, что получается. Изменить тему конституции, семейные права, традиционные браки. Ну, хорошо. Давайте, так будет. Штаб Минобороны можно, в принципе. Но, конечно, не то, что хотелось бы. Так себе. Так себе. Стоит он дохренища. Тема конституции, традиционные браки. Это у нас где? Это у нас где-то здесь. Да, наверное, должно быть. Куда смотреть-то вообще? Религия. Религия. Это не то. Вооруженные силы. Это явно не то. Я не понимаю, если честно, где это находится. Это не то точно. Здравоохранение. Не понимаю пока что. Сейчас мы посмотрим, как следует. Может быть, что-то найдем. Никаких выбросов. Нет разделения. Истинное разделение. Ну и где это нахрен находится? Все, я теперь понял, где это находится. Это надо изучать. Вот в чем проблема. Поэтому вот это все идет нахрен. И вот это вот выбирается сейчас в первую очередь. Я не знал, что это надо изучать. Я думал, это дается автоматом, исходя из того, что у нас есть определенная эпоха. В общем. Но, как оказалось, это все-таки не так работает. Слушайте, а заселились вообще сюда хоть кто-то? Что-то никто не заселяется. Ну нет, заселились вот два дома только. Из всех остальных. Исходя. Ну ладно, надо что-то делать дальше. Я пока не знаю. Нам бы как-то повысить вот это. Пока что ситуация все такая же плохая, как и была. Что с деньгами-то у нас, кстати? Здесь 35. Здесь сколько? Здесь 29. Ну, в небольшом плюсе держимся. Блин, все равно не хватает каучука. Я хрен его знает, почему так. Наверное, надо еще добавлять одну такую ферму, для того, чтобы они его производили. Так, погодите-ка. Я что-то не то сделал, да? Или я не понял? Ну-ка, дайте-ка я прочитаю. Производят рыбу и морепродукты. А где рыба? А где морепродукты-то? А, сменить ресурс надо. Морепродукты. Сменить. А я не знал, что это так работает. Вот я красавчик. Ну, давайте тогда еще один с рыбой построим. Да, наверное. Вот сюда. У нас хватает энергии. Смотрю. 58. Это стоит... Где она? 10. Давайте с морепродуктами еще одни сделаем. И еще одни с рыбой, да? Или морепродукты, блин. Давайте морепродукты. Рыбу добывают у нас эти, рыбаки обычные. Ну, электричество у нас остается под завязочку, я вам так скажу. Что, конечно же, не очень хорошо. Все. Все, сейчас желательно выполнить задание. Вот это вот с Конституцией. Вот эта вот хрень. В общем, всю эту хрень надо выполнить. Что хочешь? Союз. Понял тебя. Сколько у нас здесь денег? Ну, 3000, хоть что-то. Телестанция. Получить чертеж. Звучит неплохо, кстати, для пропаганды. Но у нас нет электрифицированных зданий. Потому что именно с ними она работает. Убедительная речь. Ну, такое. Налог на богатство, наверное, мне тоже не нравится. Ну, пока что ждем. Ну, начинается. Модернизировать ферма. Возвести строение офис. Ну, и что из этого выбрать? Я пока подумаю. Почему вот интересно выскакивают именно такие задания? Давайте посмотрим. Ну, ферму я, ладно, могу сделать. А вообще, какие у меня отношения? Есть, соответственно, капиталисты 61. А есть милитаристы... Нет, не милитаристы. Промышленники 64. Блин, ну такое. Кого больше? 366, 327. Блин, ну я бы, наверное, ферму модернизировал. Это было бы как-то логичнее в моей ситуации. Я бы меньше денег потратил. Ладно, давайте попробуем тогда выбрать именно... Модернизировать ферму, да? Насколько сильно я упаду? Ну-ка, с паузы снимем. 15% стало. Ну, вы охренели. Ладно, давайте вот эту модернизируем. Вот таким вот образом. Кстати, я, возможно, сделал ошибку. Сколько она стоит будет в электричестве? Вот это я не проверил. И это максимально плохо. Это 30, а у меня осталось... У меня осталось 58. Походу, тютелька в тютельку, да? Я здесь все зарплаты повысил. Да, все повысил. Это построили мы. А мы вот это не построили. Поэтому нужно здесь отменять одну, как минимум. И тогда нам точно хватит. Кстати, вы знали, что я охренительный парень? Мне же надо ферму модернизировать, а не то, что я сделал. А это стоит 25 электроэнергии. И это нужно еще разблокировать. Красавчик. Красавчик. Ну, надо тогда строить электричество. Еще одно электричество. Это жестко. Блин, слушайте, ну что-то с поддержкой какая-то дичь. Кто там хочет поддержки? Верующие или не верующие? 46 на верующих, 44 на милитаристов. Давай скажем верующим, что мы вас поддерживаем. А милитаристам построим Министерство обороны, чтобы они не выпендривались. Так, есть 26 тысяч. Я, короче, поехал в электричество. Я буду строить электростанцию. Это сколько дает? 17,5 мегаватт. Да? Но это не факт. Это ветровая электроэнергия. Ладно, я, короче, еще одну электростанцию бахну. Ну-ка, погоди. А здесь есть уголь вообще? Уголь есть. Ну, заводик придется приделать. Ну, а что я? Какие варианты у меня? Какие у меня варианты? Никаких. Надо делать электричество. Нам оно нужно. Сейчас сюда нам угля завезут и дело пойдет. Так, что по морепродуктам у нас? Поехали морепродукты, правильно же? Должны поехать. Я надеюсь, что поедут, потому что там такая цена вкусная, что прям мне нравится. У нас, кстати, заселились сюда ребята. Потихонечку здесь денежка появляется. Это радует, несомненно. Что у нас есть? Получить инструмент? Получить чертеж. Дельтапланиризм. Наверное, я оставляю сейчас на то, чтобы мы могли с вами, соответственно, подкупить, так скажем, кого-нибудь из фракций. Ферму сейчас будем модернизировать. Электричество когда включится? Сейчас мы проверим. Здесь можно посмотреть где-то? Вот здесь, наверное, можно. Плюс 18. Не, ну пока еще не подключили, да? Угля не подвезли. Ну, подвозите уж как-нибудь. Это вроде работает. Все, вон там уголь есть. Осталось только ресурс завести. Все, электричество имеется. 378. Теперь дайте денег. Тут как бы все в это упирать. Ну, вот 30-ка сейчас будет. Вот. И мы можем, соответственно, на паузе заехать вот сюда и сделать вот эту вот штучку. Модернизация. Строение. Ферма. Фабрика. Делаем. Промышленникам говорим, что мы выполнили. Они, в принципе, счастливые. 18% получаем. Дальше нам нужно что-то по заданиям, опять же. Штаб Минобороны, да? Либо телестанцию. Ну, мы не можем. Нам нужно электрифицировать все здания. Об этом, наверное, чуть попозже. Так. Штаб Минобороны требует... Ну, как бы требует нормально. Требует нормально. А что еще-то было? Кибероперации. Блин, это тоже требует нормально. Вы охренели по заданиям, я вам скажу. Просто жесть какая-то. Морепродукты начали бабло приносить. Я бы еще одну построил. Раз электричество есть, можем себе позволить. Сейчас я хочу, короче, сделать так, чтобы у нас всегда было дохрена баблища. Ну, правда, уже надоело просто с этим бороться. Давай, морепродукты. Давай, блин, морепродукты тоже. Раз у нас такие контракты, вот так вот прямо сделаем. Работайте. Работайте, ничего себе не отказывайте. Что у нас по бездомным? Бедный банкрот. Странно, да? Это вот как раз бездомные семьи 33, свободное жилье 14. И вот странно, почему оно свободное? Не понимаю я вот этого прикола. Вот ты кто такой? На пути к больнице отдых? На пенсии? На пенсии. Ну, давайте я вам построю сюда, например, одну квартирку для начала. Или нет, давайте один вот такой домик мы воткнем. Квартирку я уже здесь строил не так давно. А вот этих домиков у нас не было новых, поэтому я воткну один сюда, возможно, сюда пенсионеры заселятся и будут жить счастливо. Надеюсь, что нам хватит электричества сейчас дать его, чтобы всем. Но это не точно. 352. С учетом того, что хотелось бы какой-то завод еще увидеть. Я произнесу потрясающую речь, судя по всему. Значит, признать указ удовлетворения работой. Ну, я не знаю, давайте опять развлечение. Хвала фракции милитаристы, судя по всему, потому что здесь просто ужас. Никого не будем обвинять. Ну, ничего не буду я нахрен обещать, потому что эти обещания я не выполняю. У нас с вами, кстати, есть 36 тысяч. Давайте-ка глянем вообще. Может, в брокере что-то новенькое появилось? А вроде и появилось. С Китаем не хочу. О, смотрите, за 5 тысяч. Хочу вот это взять. Сразу же плюс 5 к отношениям. Мне такое нравится. Значит, что еще можно сделать? Наверное, построить какой-то завод. Блин, или все-таки Минобороны сделать тогда, да? Давайте разблокируем как минимум. Сейчас чуть-чуть подождем. Или влепить его просто. Ни хрена себе, тут целый Пентагон. Но я бы какие-то такие здания строил бы где-нибудь в другом месте. Я не знаю только, куда их возводить. Ну, вот, например, вот сюда. Как вам такая идея? Ну, подальше надо Штаб Минобороны строить. Пусть он будет здесь. Потрачу я кучу бабла. У нас есть какое-то бабло в запасе-то? Здесь сколько? 70 тысяч. Слушайте, морепродукты делают, мне кажется, свое дело в том числе. Я не знаю, почему так произошло, но 70 тысяч это охренительно. Знаете, что я сейчас сделаю? Я пойду сейчас вот сюда и скажу капиталистам, держите бабла. Потом я подойду к коммунистам и скажу, держите бабла. Ну и, собственно, то же самое я сделаю вообще везде. После чего я надеюсь, что все-таки уровень поддержки как-то возрастет. Давайте еще лайков кому-нибудь наставим, чтобы вообще ну вот с милитаристами беда, ставим лайк. Вроде пока все, 18% стало. Сейчас еще денежка доедет до получателей, потому что я уверен, что это не все. Я разблокировал министерство, которое я тоже очень бы хотел получить. Деньги у нас есть, наконец-то. Наконец-то у нас есть деньги. Это просто что-то невероятное. Стоит оно 16 тысяч. Пускай оно будет вот здесь вот у нас за этим нашим замечательным дворцом. Так его поставим. И посмотрим, какие улучшения оно нам даст. Возможно, оно нам поможет. Где пожар? Вот это надо тушить вертолетом. А, у нас здесь повстанцы бесятся. Ну, пускай бесятся. Пускай пока что бесятся. Как бы здесь я им ничем не помогу. Вот это нам бы еще построить. Этим занимаются все строители, кстати. А куда они ездили? А, я же заказал еще рыбу. Все, здесь вопросов нет. Сколько денег? Еще 20 тысяч. В общем, наконец-то бабло пошло. Периодически игра начинает фризить сейчас на поздних этапах. И я вижу, что требуется еще одна гидропонная плантация, которая будет каучук делать. Ну, надоело постоянно без него сидеть. Вот. Вот так вот делаем. Здесь, кстати, все еще 70%. Пока сносить не хочу. Поддержки у нас недостаточно. Это, в принципе, классика жанра. Пока что я не знаю, что с этим сделать. 24% есть. Это все-таки хоть что-то. Это хоть что-то. Но это будет падать. Будем сейчас, опять же, указами баловаться. Блин, не изучится в исследованиях эта хрень? Не изучится, я так понимаю. Пока что. Возможно, когда-нибудь изучится. Что-то мы выполнили. Возведите штаб Минобороны. Плюс 5. 28. Уже лучше. Но все-таки 42. Это плохо. Что еще можно сделать? Вот это не можем сделать. Центр кибероперации сейчас звучит как самое адекватное. Но стоит немеренно денег. Ну, относительно. У нас есть 150 энергии. У нас есть 380 энергии. Ну, я, походу, буду делать. И буду делать его вот здесь. Рядом с Министерством обороны. Потому что, ну, а нахрена мне это еще где-то надо? Я, походу, его буду прям вот так строить. Потому что я не успею построить до конца выборов. Мне сейчас нужны вот эти 5% как воздух просто. Нет, пускай граждане голосуют. 4 месяца остается. Блин, у меня что-то все горит, полыхает. Я не понимаю, зачем вы это делаете все. Что там горит-то? А, уже потушили. Так, и нам нужно что? Мы не успеваем, да? Да, здесь стопудово не успеваем. Даже здесь заплачено денег. Ничего не поменяется. Ну, походу, я иду приказ тогда издавать. Указ-приказ, который будет нам повышать, сокращать налоги. Издаем указ. 48 на 23, в общем, это прокатывает. Это мне нравится. У брокера денежка копится. Надо будет ячейки открывать. И всякие чертежные. Вот смотрите, видите, плюс 10. Плюс 5, плюс 5. Ну, вот это ладно, не надо. Вот это нам надо. Ну, и, собственно, будем таким образом продолжать пытаться выжить. То есть, я не знаю. Вот это опять горит. Ну, что вы, Милин, меня сегодня с этими пожарами? Это все гребаные повстанцы. Ну, в выборах мы победили. С этим я вас могу поздравить. Хочется, конечно, как-то по туризму угарнуть. Но, наверное, сейчас я бы добавил чего-нибудь еще по производству. Давайте посмотрим. У нас есть фармацевтическая компания, от которой я все смотрю на нее. И все никак построить не могу. Энергии 182 единицы. Без учета того, что я могу здесь зарплаты, опять же, повысить. Надо делать что-то такого формата. Сколько денег? О, 50 тысяч. Давай сюда их. Контракт выполнен. 53 тысячи в плюсе. Модри продукты везем всем по чуть-чуть. Сюда вообще, кстати, не везем. Больше морепродукты не берем. Надо запомнить. Что можем предложить еще? Умная мебель, фейерверки, шоколад, электроника. Электроника не нравится, потому что плохое предложение. Батареи, бра-бла-бла. Ага, понятно. В общем, все. Я это не хочу читать. Ну, препараты есть 11. Я планирую просто их сделать. Давайте поставим. Пока что хоть какой-то контракт. Куда влезаешь, скажи мне? Сюда не влезаешь. О, вот сюда. Вот здесь хочу. Блин, закончить рейд спасения. Давайте выберем. Хорошо, я возьму. Просто сейчас у меня здесь натыкано уже все около разного. Я вот это все уберу отсюда. Одно спасение сюда добавлю. Давай вот так просто спасать любых. Потом, соответственно, возвращаем все, как было. Пускай спасут. Ничего страшного. Надо все равно с поддержкой постоянно работать. Но это просто жесть. Какая-то инструмент режима. Вот завод батарей. Но тоже инструмент режима. Давайте ячейкой будем открывать. Короче, потихонечку, полигонечку. Я даже не знаю, что такого еще построить. Что нам будет давать, например, дополнительные деньги на швейцарском счету. Надо еще с вот этим разбираться. Но я хочу пока разобраться с тем, что у меня есть. Бабло-то будет 6 тысяч. 20 тысяч. Ну, что-то как соскудно, ребята. Давайте пошустрее. Заселили, наконец-то, все вот эти дома. Я бы еще один построил. Это, соответственно, приток к баблу. Ну, как вы понимаете, на швейцарском счете. Давайте по одному достраивать. Не будем торопиться в этом плане. Я только не очень понял, нахрена мне вот это все надо, если честно. Какие-то дополнительные приказы за смену. Не знаю я, зачем мне это все надо. Мне надо просто денег. Возможно, я поеду сейчас и какое-нибудь здание туристическое как воткну. Как все будут счастливы. Как у меня здесь вообще дела? Давайте так, немножко скорость снизим, да посмотрим. Я так понимаю, на эти дома всем пофиг. Но надо строить что-то, что будет нравиться ребятам, которые экстремалы, как мы помним. Давайте что-нибудь построим, недорогое, желательно. Что у нас есть интересного? Роскошные развлечения. Дельтапланиризм. Для граждан и туристов привлекает туристов-экстремалов. Ну, вот то, что нам надо. Ну, вот это здесь бы смотрелось неплохо, кстати. Что еще есть интересного? Ночной клуб. Клуб и всякое такое. Пляжный курорт, который, кстати, вот здесь не построят, черт возьми, что очень печально. Так, и какие-то еще развлечения есть такие интересные? Наверняка. Я думаю, что наверняка. Семейный курорт, это все понятно. Этническая резервация. Туристов-походников должны быть минимум обеспеченными. А, погоди, а есть что-нибудь другое-то? Вот здесь, да? Угу. Я видел какие-то шары воздушные или что-то такое. Мне же не показалось. Развлекательный центр, ресторан, пристань, ботанический сад, американские горки. Туристов-детей, экстремалов. Кстати, тоже для экстремалов звучит неплохо, но требует электричества. Я пока бы что-нибудь строил бы, то, что не требует электричества. А где шары? Я же точно их видел. Короче, я не знаю, есть дирижабли, шаров не наблюдаю вообще. Мне казалось, что они есть. Возможно, у меня что-то с глазами сегодня происходит. Это тоже не исключено. Поэтому, ладно, спишем на это. Ладно, пока добавлять не буду, денег не так много. Нам бы здесь еще достроить. Что там по денежке у нас? 37, нормально. 37, хорошо. Каучука до сих пор нету. Вот это плохо, это просто бесит уже, если честно. Какого хрена нету каучука, если у нас здесь три вот этих плантации? Надо еще жилых зданий немножечко построить. И я сейчас, наверное, этим займусь. 65 бездомных, хорошо. Жилые здания, давайте смотреть. Я построю вот сюда. Блин, мне интересно, куда мне атомную станцию потом строить. Потому что строить я ее точно буду. И строить далеко, наверное, я бы не хотел. Давайте сделаем какой-нибудь жилой дом. Сюда не влезаешь. Вот, сюда влезаешь. Давайте один такой и одни квартиры. Так хочется вот сюда поставить. Я просто боюсь, что они лес перестанут нормально добывать. Ну, я думаю, что можно за гидропонной плантацией поставить. Так как там нету какого-то загрязнения. И никто особо сильно не расстроится. Инструмент режима. Пока что денежки копятся. Ладненько. Вроде с деньгами разобрались. Меня это больше всего интересовало. В скором времени, я думаю, что можем поехать в программу нашу замечательную. О, наконец-то каучук появился. Но не везде. Денежки еще вроде появились. А что сделать-то такого можно? Чтобы деньги еще больше приходили. Может быть, что-то здесь. Смотрите, сколько у меня табака. Просто жесть. Наверное, вот тут надо что-то строить. Ты кто, например? Ты на пути к хижине. Отдых, банкрот. Класс. Старшая школа. Студент. Понятно. А вы, например, кто? Взрослый и богатый. А нахрена ты здесь как бы тусуешься-то? Вам не хватает, вы хотите сказать, особняков? Да, наверное. Сколько я их построил? Ну да, слушайте, они заняты. Давайте еще особняков сделаем. Безопасного поместья вот такого. Ну, как минимум одно можно сделать. А можно даже не одно сделать. Можно сделать даже и два. Я думаю, что никому не повредит. Скорее всего, уголь здесь скоро закончится. Блин, а здесь не получится так дорогу провести. Придется проводить как-то так. Ну, либо не проводить вообще дальше. И оставить вот такой вот хвост. Нихрена себе 74 тысячи. Вы что, с ума сошли, что ли? Ну, давайте пойдем вот это разблокируем. Атомная станция нам сейчас нужна будет точно. Грузовой аэропорт тоже тема прикольная. Перевозить грузы по тропико или импортировать, экспортировать товары тропико из него. Самолеты не перевозят пассажиров. Хорошо. Я жду, когда мне построят вот эту штуку. А ее уже построили. Здесь никого нет. Я жду тогда, что кто-то приедет, черт возьми, жить в эти гребаные хижины. Тогда я вам построю еще здание. Блин, я уверен, что были какие-то... Вот они. Туры на воздушных шарах. Я уверен был, что мне не показалось. И мне не показалось, черт возьми. Значит, мы идем сюда. Говорим, проведите нам дорогу. Покешмя. На пути влияет вытворение с туристов. Живописные красоты. Ну нет, тут вообще нет такого пояснения. Супервилла. Этническая резервация. Гости должны быть обеспеченными. Бюджетный отель. Аэропорт. Понятно, древние развалины. Привлекает туристов, интересующихся культурой. Туристов-походников. Дайте что-нибудь для экстремалов еще. Ну, кроме американских горок. Потому что американские горки чуть попозже. Аквапарк. Ну, давайте попробуем еще дельтапланиризм построить один. Мало ли, это как-то поможет. Тем более, места здесь позволяют. Я думаю, что можно что-то такого приделать. Например. Ну-ка, вот здесь сколько людей? Здесь прям забито. Здесь вообще все забито, на самом деле. Может быть, надо что-то поделать в этом направлении? Хижины на пляже. Хижины на пляже. А, это не резервация. Это как раз хижины. Ну вот, давайте им сюда еще каких-то хижин приделаем. Пускай они здесь живут. Мне кажется, самое то место для этого. Какое-то задание подвезли, что ли? Рыночные махинации. Да я не хочу этого делать. Слушайте, а на самом деле, мне кажется, эта тема такая, что у нас появилось всякое разное. Видите? И мы можем делать. Вон, ограбления. Всякие разные прикольные. Ограбления Зимнего Дворца, например. А что это такое? Повышает все туристические рейтинги. Развлекает путешествующих граждан-туристов. Уровень благосостояния посетителей не важен. Ну, я не знаю. Наверное, можно будет скоро этим пытаться заниматься. Пока что я бы хотел бы задания вот эти закончить. Спасение мы заказали, поэтому тут я не парюсь. Морепродукты пока что поступают. А я там все контракты-то заключил. Ну да, можно еще открыть. Сколько стоит? Десяточку. Ну, десяточку жалко, если честно. Ну, тут морепродукты еще будут выполняться. Еще только первые выполняются. Потом будут выполняться вторые, в общем. Тут как бы еще фигачить и фигачить, да? Поэтому можно как бы по этому поводу вообще не париться. Продавать мы их будем по приятным ценам. Короче, тут надо что-то делать. Тут надо что-то делать. Для богатых мы построили. Давайте тогда еще парочка многоквартирных. Давайте раз. Давайте два. И давайте сюда парки им сделаем. Ну, чтобы хоть какой-то контраст. Типа здесь такая плохая экология. А вот вам парки. Вроде вы должны быть довольны. Блин, 71 тысяча. Хочу еще туристов тогда. Да, туристы хоть какое-то бабло приносят. Вообще, мне и памятники всякие надо ставить, да? Будет прикольно тоже. Мавзолей что дает? Воздействует на посетителей. Собирает деньги после смерти несметно богатных граждан до 50 человек. Привлекает туристов, интересующихся культурой. Блин, и мне надо, короче... Я знаю, что мне надо. Давайте сейчас, пока есть столько денег, мы с вами построим много электроэнергии. Как вам такая идея? Мне кажется, она звучит неплохо. 32 тысячи. Ну-ка, не влезаешь, что ли? Ну, пожалуйста. Не влезаешь. Это хреново. Я очень рассчитывал. А вот сюда влезает. Давайте сюда и поставим. Знаете почему? Потому что вот здесь уран есть. Я просто об этом знаю. Я уже смотрел. И я его сюда тогда и воткну. Сколько стоит электричество? 50, а у нас с вами 62. Хорошо. Давайте тогда этим воспользуемся сейчас. У нас в строительство заказано огромного количества зданий. Но деньги надо куда-то вкладывать. Я думаю, что это правильное вложение. Мы сможем электрифицировать все дома. И потихонечку их улучшать. За 2500 можно открыть беспилотное такси. Пожалуй, я это сделаю. Потому что, ну а что бы то нет. Можно. Можно себе такое позволить. Туризма хочется. О, наконец-то изучили. Вот мировая рыночная экономика. Поставим в очереди. Потом всякое разное. Потому что эта штука нужна нам как раз для конституции. Как вы понимаете. Поехали в конституцию. И вот здесь нам что нужно было выбрать? Традиционные браки. Пожалуйста. Подтвердить. Все довольны. Отлично. Но главное, что они довольны. Здесь я говорю плюс 5. Хоть какая-то поддержка нам пригодится. В любом случае, всегда мы используем понижение налогов. Это очень удобно. Это очень легко. И вроде помогает нам даже выжить. Ой, наконец-то деньги есть. Я так счастлив. Вы просто не представляете. Текстильная фабрика. Древние развалины. Давай их. Давай. Это все мне надо. Сюда-то мы заселили дядю. Дядю заселили. Здесь все живут. А вот здесь, кстати, нет. Кстати, я совсем забыл. Министерство-то я же построил. Давайте что-нибудь с этим сделаем. Как это сделать? Открыть меню министерства. Вакантное место. Ну и чего тут у нас? Производительность образовательных строений минус 10. Вгляды выпускников становятся религиозными. Не нравится. Старшие школы и колледжи принимают больше учеников на 2 на каждого учителя. Производительность образовательных строений минус 10. Вгляды выпускников становятся милитаристскими. Так. Каждая старшая школа и колледжи месяцно производят по 50 дополнительных знаний. Такое себе. Образование доступно только обеспеченным, богатым и несметно богатым. Производительность образовательных строений повышается. Уже зачисленные студенты могут завершить обучение. Ну смотрите. Если мы говорим про вот это. Становятся религиозными. То нам надо с ними поддерживать отношения с религиозными. Милитаристами. Да. Давайте посмотрим, какое у нас отношение с милитаристами. 52. Ну как бы если мы будем выполнять их какие-то задания. Не знаю. Пока что мне вообще непонятно, что я здесь хочу. Давайте пока вот сюда пойдем. Полицейские участки будут предоставлять отряды пехоты во время военных конфликтов. Затраты на обслуживание военных строений на 10. Вот это, кстати, неплохо. Урон, наносимые отрядами. Затраты на строительство военных строений. И вы получаете 75 швейцарских долларов в месяц. Давайте лучше затраты на обслуживание. Хотя, может быть, давай вот это. Давай вот это, да. Потому что, блин, ну деньги есть. Че мне там париться-то? Мне нравится. Нанять министра. Едем дальше. Вы получаете 85. Меня сразу на это кинуло. В принципе, неплохо. На строительство жилых зданий минус 7%. Повышает производительность строений с максимальным бюджетом на 7%. Производство горно-нефтяных строений на 5%. Загрязнение от промышленности и строений минус 5%. Я думаю, что это хорошо повлияет на экологов. Возьму его. Едем дальше. Производительность трейдерских строений на 5%. В конце каждого месяца производится в 4 раза больше знаний. Не знаю. Базовые экспортные цены на потребительские товары и предметы роскоши на 5%. Звучит вкусно. Общий рейтинг туристический. 100 швейцарских денег в месяц. Давайте возьмем туристический рейтинг. Возможно, мы сейчас настроим с вами всяких разных штук. Все обеспечивающие безопасность строения получают бонус плюс 5. Загрязнение от жилых строений уменьшается на 20. Ни хрена себе на 20. Зона действия СМИ увеличивается. Не надо, потому что у нас достаточно СМИ стоит. Качество работы повышается всех строений. Слушайте, либо вот это, либо вот это. Качество работы звучит лучше, потому что это сразу для всех граждан. Давайте это возьмем, посмотрим, что-то это поменяет вообще, не поменяет. Прокрутим немножко времени. А я, подожди, я не выбрал вот этого министра, да? Блин, нету здесь на швейцарские деньги. Было бы классно. Становятся религиозными. Давайте сделаем, становятся милитаристами и будем с ними дружить. У нас опять появляется вот такое вот задание. Офшорный офис. Что такое офшорный офис, я даже понятия не имею. Давайте посмотрим, хотя бы будем в курсе, где это вообще находится, еще бы понимать. Я не знаю, куда за этим лезть. Офшорный офис. Кто-нибудь видит что-нибудь похожее? Ну вот, я вижу. Размещает компанию одной из сверхдержав. Приносит прибыль, но ухудшает отношения с соответствующей сверхдержавой. Ну, не знаю. Наверное, я бы пока что дружил бы с промышленниками, потому что у нас с ними очень хорошие отношения. И знаете, надо переводить всех в промышленников. Ну как, очень хорошие 66. Ну, это нормально, я считаю. Но при этом, хотя, погодите-ка. Это сколько стоит? 6 на 12. Знаете, что я подумал? Задание это здесь как раз либо с кем? Капиталистами, а с капиталистами-то лучше. И мы можем превращать людей каким-то образом в капиталистов. Ну-ка, погодите-ка, дайте-ка я кое-что посмотрю. Вот у нас есть кинотеатр. И что тут есть? С вероятностью становятся сторонниками промышленников, коммунистов, капиталистов. И вот это надо изучить. Хорошо, я вас услышал. Тогда мы едем в исследование. Отмена всего, как всегда. Нахрен идет эта конституция. Нам нужен режим работы для кинотеатра. И это сейчас нам нужно прямо очень сильно. Остается это только найти. Потому что я это не наблюдаю. Возможно, это есть в более ранних этапах. Колледж. Ну, давайте я сейчас поищу. А я уже нашел. Вот делаем вот так. Я думаю, что это отличная просто идея. Поэтому я соглашаюсь на вот это. Да, офшорный офис. И мы сейчас будем пытаться превратить всех этих людей, соответственно, в таких господинов. Ну, блин, может быть, как бы тема-то сама в виде этой кампании не самая нормальная. Нужно разместить на воде. Ого, прикольно, слушайте. Ну, на воде нравится. На воде будет выглядеть красиво. Прямо вот так можно сделать, да? Ну, давайте сделаем как-нибудь. Я просто не понимаю. Вход, наверное, все-таки с этой стороны. Типа там пристань. Поэтому надо размещать как-то вот так. Очень быстрое исследование выполнилось. Мы еще здесь-то не все изучили. Это не переходим, да, в новую эпоху. Нет, не переходит. Надо здесь тогда тоже накликать всякие вот эти вот штучки-дрючки. Они нам пригодятся. Возьмем и пойдем тогда вот сюда и скажем. Это не кинотеатр. Вот сюда. И скажем, что мы хотим капиталистами, чтобы все становились. И, наверное, им надо тоже какие-то развлечения добавлять. Короче, много чего надо, я вам так скажу. Сколько денег завезете? Нормально завезете. У меня еще осталось 40. Здесь еще 16. И, короче, надо, чтобы вот это мы все достроили. А что здесь у нас такое? А, я надо маршрутик задать. Давайте зададим. Создать маршрут. Как это работает? Ну, я должен, наверное, какие-то живописные места делать. Вот где зеленые, типа. Типа вот так. Вот сюда летите. Здесь посмотрите. Сюда тоже обязательно загляните. Ну, где-нибудь здесь. Тут. Можете вот здесь, наверное. И, собственно, подтвердить новый маршрут. Я так понимаю, что они должны сейчас поехать. Я, кстати, отключал вот эту вот штуку. Тоже, наверное, надо ее подрубить обратно. Пускай работает. Там потихоньку все строят. Парочку гостиниц. О, рейд спасения 2000. А там, может, что-то у тебя появилось? Создание имиджа. Увеличить число сторонников, повысив их личный опыт. Ни хрена себе, сколько это стоит? 7500. Ну, пока копим тогда. Давайте лучше построим действительно каких-то гостиниц напоследок. Я рад, что у нас появились деньги. Но нет, конечно же, поддержки. Я этому не рад. Но расстраиваться тоже не планирую. Короче, давайте отели сделаем. Вроде в них есть люди постоянно. Видите? И они как бы все забиты. Делаю вывод, что нам это надо. Логично? Вроде звучит логично. Как-то вот сюда можно. Давайте попробуем. Раз. И. Блин, ну, значит, два. Вот так вот. И, наверное, вот сюда еще один я приделал. Ну, три пока хватит. Не буду я все бабки сразу сливать. Будем какую-то часть оставлять. Строительство затянулось, потому что у нас очень много всего. Хотелось бы это все, конечно, отстроить. Со сверхдержавой союз. Подожди. Стоп. Стоп. Вот это поподробнее. У нас же есть с ними союз. Я правильно понимаю? А, нет, нету. Но они у нас, по крайней мере, в посольстве. Поэтому давайте-ка вот на вот это мы как раз согласимся. Прикиньте, поддержка начала чуть-чуть расти. До 26. На 2% выросла. Блин, сейчас опять упадет. Только сказал о ней. Блин, пошла она нахрен эта поддержка. Вот реально. Короче, построили мы много всего сегодня. И бабки вроде пошли. Мы постоянно в плюсе. Пока что мне это нравится. Хотелось бы, чтобы сюда кто-то заселился. Никто не хочет сюда приезжать, блин. Почему, я не знаю. Я не понимаю. А вот обеспеченные... Опять какое-то задание на двоих. Сейчас посмотрим. Подождите. Обеспеченные туристы. Где живут у нас? Давайте проверим. Вот гости должны быть богатыми. Несметно. Особенно гости должны быть обеспеченными. Вот такого у нас нету. Давайте разблокируем. Электричество требует. Но у нас есть или нет? Где проверить электричество? У нас есть 62 мегаватта. Ну, семейный курорт можно было бы и построить на самом деле. Давайте один вот сюда приделаем. Я думаю, что тема хорошая. А вот здесь я бы сделал бы вот так, наверное. И провел бы дорогу какую-нибудь вот сюда. Ну, почему бы и нет? Можно будет здесь как-то тоже эту местность использовать. Но не факт, что мы, конечно, сегодня достраиваем. Хотя бы энергостанцию бы нам построить. И провести всем электричество. Мы выполнили какой-то контракт. Давайте посмотрим. Ну, это явно были не морепродукты. Но денег у нас нормально. Можно что-нибудь взять еще? Может быть морепродукты? Конечно же нет. Мы выберем что-нибудь другое. Что только выбрать-то? Оружие уже не актуально. Пластмассы, рыба. Ну, рыба. Типа можно. Остального у нас как бы особо нет. Ну, вот настроил автомобиль, и они никому не нужны. Короче, возьму небольшой контракт на рыбу. И я вижу, что начали строить, наконец-то, ядерную энергетику. Точнее, атомную. Ядерную, атомную. Не очень я силен в этих делах, в этой химии. Это же химия, да? Я вообще ни в чем не силен. Вот. Поэтому надеюсь, что сейчас мы быстренько сможем с вами это все организовать. Блин, рабочие у меня, конечно, ленивые сволочи. Куда-то уезжают постоянно. 110 тысяч на счету. О, боги. Поехали, какого-нибудь подкупим тогда. Ну-ка, ребята, здорово. Я иду к вам. Буду подкупать вас всех. Потому что, ну, а какого хрена? У меня есть деньги, и я это хочу сделать. Слушайте, давайте еще сделаем тут всякие улучшения. Производительность повышается на 20. Загрязнение. А есть вот такая. Нефть снижается на 80%. То есть мы как бы дольше эту нефть будем качать. Я вот так прям через control нажму. Я вижу, что здесь все построено. Люди появились. Вот это строим сейчас на высоком приоритете. Поддержка, как всегда, в заднице. Я просто не знаю, как по-другому назвать. В ожидании. Что там? Союз? Нет, союз мы не хотим. Где это? Где это у меня выскочило-то? Я видел, что это было. В ожидании союз со сверхдержавой. Отказать? Это точно. Идем сюда. И у нас, кстати, 8700. Как вам такое? Подергать за ниточки? Комфортная рубка. Открывает новую деталь ракеты. Отношения с фракцией капиталисты. Так как мы всех превращаем в капиталистов, я, пожалуй, возьму. Это мне нравится. У нас тут, походу, какое-то землетрясение. Или что это нахрен такое? Здесь какое-то извержение. Что происходит? Меня камера сюда бросила. Не хватает электроэнергии. Но это бред. В это я не верю. Ну, походу, у нас тряхануло. Хорошо, что у нас там ничего не было. И что это такое? Землетрясение. Укрепить все здания. Спасти и сохранить. Построить безопасные зоны внутри зданий. Я не знаю. Усилить все здания. Давайте попробуем. Что это значит? Я не понимаю. Наверное, какие-то последствия будут. Но меня сейчас в большей степени интересует именно то, что нас трясет достаточно жестко. Слушайте. Что у меня здесь? Почему горит? Что-то я могу сделать? Да нет, вроде ничего не могу. Все перестало работать, да? Или не все? Да нет, пока что-то работает еще. Не вижу каких-то поломок. Не вижу каких-то сообщений, что... А, нам даже помощь отправляют. Классно. Не вижу каких-то сообщений о том, что здания разрушены. Пока что, по крайней мере. Не знаю, почему. Так, что у нас здесь? Вот это не работает. Вот это нам больше как бы и не надо, ребят. Можно здесь не работать вот в этих штуках. Потому что как бы нам, наверное, не нужно улучшать ничего. Нам нужно... Ну, я имею в виду почву. Нам нужно улучшать сами здания. И тогда это просто-напросто не потребуется. Слушайте, ребят, вы построили мне вот эту хрень? Скажите, что да. Да, мы построили, ожидаем рабочих. Сейчас пойдет жара. И вроде она уже, кстати, пошла. Какой-то уран здесь появился. Но его, конечно, хотелось бы больше. Нас продолжает трясти. Сюда этот офшорный офис. Сюда еще отношения. 28% как с куста. Если что, еще подкуплю. Блин, надоело это трясучка, если честно. Саботаж. Идешь нахрен. Ну-ка там, что у тебя обновилось? Фабрика шаров. Инструмент режима. С экологами можно подружиться. Насколько нам это нужно? Давайте проверим просто. 38%. Ну, наверное, нам это нужно. Это как бы хорошая тема. И почему-то стало 25%. Че? Я что-то не понял? Или че? Ну, дайте-ка посмотрю еще разочек. 44%. С кем-то упали тогда отношения? Или как это нахрен работает? Ладно, нормально. Все нормально. Просто двигаемся дальше. Сейчас нам настроят всего разного. Мы сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Наверное, подведем итоги. Единственное, что под конец я бы хотел. Вот я переживаю, что я вот это сделаю. Мне как бы урана не хватит. Есть что-то на производительность? Загрязнение. Это классно. Это пофиг совершенно. А вот уран, черт возьми, здесь заканчивается. Если не будут его завозить часто, то будут тогда проблемы. Но вроде завозят. Вроде все хорошо. Я, кстати, не обратил внимания. Вот эти домики теперь требуют кукурузу. Для того, чтобы что-то делать. Нам нужно, может быть, построить еще один дом моды. У нас кожи просто дичь сколько. Дом моды звучит как хорошая идея. Давайте это сделаем. 25 энергии, я думаю, что мы себе можем позволить на этот раз. Блин, тут как-то теперь неудобно, да, получается. Ну, давайте вот так сделаем. Табачки я тоже хотел бы еще сделать. Я вот это сокращу количество. Здесь место освободится, но чуть попозже. Сейчас не об этом. Сейчас не об этом. Мне надо вот это будет улучшать. Модернизация 3800. Блин, а что это у меня так мало денег-то стало? Куда все мои бабки делись? Дайте бабла. Ну и очередные выборы. Речь, конечно, мы произнесем. Давайте скажем развлечения по классике. Здесь скажем, что милитаристы у нас самые лучшие. Никого не обвиняем, ничего не обещаем. Вроде это прокатывает. Пока что я хочу сделать последнее. Денежки завезли. Здесь вроде что-то сделали. Туристов приезжают. Блин, заселитесь сюда, пожалуйста. Я вас умоляю, просто вы мне так надоели с этими... Блин, ну вы поняли, как их зовут экстремалами. Сейчас я им как поставлю сюда американские горки, чтобы они катались и сюда наконец-то заехали. Но я уже не знаю, как их привлечь. Что я должен сделать? Где американские горки? Обычные развлечения. Давай сюда, электричество имеется. Сейчас мы место какое-нибудь придумаем. Может быть вот здесь как-нибудь? Давайте вот здесь. Мне нравится вот это место. Где у вас перед? Вот у вас перед. Будьте здесь и скажите мне, вот сюда кто-то приехал. Сюда тоже никто не едет. Ну вы охренели. Короче, у меня там очередное задание от гребаных двух фракций. Меня вот эти два задания прям вымораживают. Ну дайте одно. Здесь 78, у промышленников 75. Ну как бы промышленников типа больше. Видите? 409. То есть по-хорошему мне надо брать промышленников. Модернизировать строение рудник. Ну это вообще спокойно я сделаю. Без каких-либо проблем. Да, сколько здесь улья-то осталось? Кстати, не так много. Давай вот так вот бахаем. Задание выполняем. Плюс 5 нажимаем. 29 процентов. Ну, короче, выборы не за горами. Мне сейчас на них пофигу совершенно. Вот это мы потушим, потому что кукуруза нам нужна. Я хочу сделать вот что. Я хочу проверить. 36 процентов стало. Я хочу проверить. 31. Урана маловато, да, мне кажется? Какого хрена вы не работаете? А вы идете пешком, потому что? Ну это вы зря. Где у меня еще уран есть? Я, наверное, построил бы еще одну такую штуку. Под конец. Так сказать, на будущее. И сделал бы одним нажатием кнопки кое-какое действие. А где у меня уран-то еще? Вот там? Серьезно? Больше нигде? Вот там. Но это очень далеко. Это гипердалеко. А здесь нет энергии. А нет, здесь должна быть энергия. Да, наверное? Здесь нужен туннель, получается. Ну давайте туннель сначала построим. Чуть дольше серия получается, чем планировал. Но и ничего страшного. А туннель здесь особо не построишь, да? А нет, построишь. Давайте так и поступим. Вот здесь меня устраивает такой вариант. Единственное, что... Выход-то можно? Выход можно. Я хочу еще попробовать один вариантик. Знаете, какой? Я вам сейчас расскажу. Вот смотрите, что здесь есть. Здесь есть съезд. А здесь можно сделать, соответственно, выезд. Shift. И скажи мне, что ты сюда ставишься. Я не той стороной развернул. Нет, вроде стороной той. Единственное, что надо временно вот так сделать. И поставить туннель нормально. Ну-ка давай, ставься. Я знаю, что ты можешь. Ты можешь? Блин, почему он отменился? Вроде у меня получилось все туннели подвести. Сейчас мы сделаем вот здесь дорогу. И сейчас мы сюда поставим. Надо ли здесь трансформатор ставить? Да, надо. Получается, что надо. Иначе не дотянемся. А так? А так дотянемся. Ну и отлично. Давайте тогда сюда его приделываем. Что такое? Слишком неровная поверхность. Вот здесь ровно. Я даже вот так сделаю, чтобы они временно это не тратили. Ну и все, деньги закончились неожиданно. Куда они делись, я не знаю. Опять недостаточно поддержки. Идет поддержка твоя нахрен. Дайте мне денег, пожалуйста. Есть электричество-то наконец-то? А, понимаю. Партизаны напали. Ну, в общем, такое не суперудачное завершение серии, конечно. Что-нибудь хочется разблокировать. Отношения с Китаем не хочется. Получить чертеж фабрики шаров. Ну, давай, получим. И можно ячеечку еще одну открыть. Слушайте, ну 31% в целом. Как бы 12 месяцев. В следующей части я прожму кнопку, само собой. И мы с вами улетим вверх по этой лестнице. По лестнице выборов. Так сказать, по лестнице поддержки. Денег что-то стало мало. Я не понял, что случилось. Вроде все работает. А, нет, не все. Чего-то не хватает. Не хватает гребаного электричества. Ну, правильно. Потому что я всего настроил. А эта хрень у нас как бы под атакой. У нас появилось задание от вот этих господинов. Я тоже его приму напоследок. Ну и, собственно, что можно еще сделать. Наверное, наверное, сделать вот так. Зайти вот сюда и нажать с помощью контрола кнопочку на 10 тысяч. Которая электрифицирует все здания. Я думаю, что это нужно делать, чтобы жители были хоть как-то довольны. Денег, конечно, не остается. Но я уверен, что их сейчас завезут. Потому что электричество появилось. Нефть у меня подзакончилась. И вот это грустно. Кстати, препарат нормальное бабло приносит. А что здесь-то надо? А здесь тоже нужна нефть. Короче, с нефтью какая-то беда. И это очень-очень плохо. Странно, что здесь нет людей. Я даже не знаю, как поступить сейчас. Может быть, их спасти. Может быть, мне работников не хватает. Ну, короче, нормально. Пока что держимся. Какое-то бабло завозят. Я не сомневаюсь, что его продолжат завозить. И в целом мы можем дальше развиваться. Я думаю, что на этом серию можно завершать. Вам спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и пока-пока.